Добрый день! У меня в руках книжка Маяковского «Люблю». Достаточно известная маленькая-тоненькая брошюрка, как и все прижизненные издания Маяковского, напечатаны на достаточно плохой бумаге, хотя не все, последние были напечатаны на улучшенной. Это 1922 года. МАФ. Международная ассоциация футуристов. Рига. 1922 год. И вот это вот и есть самая большая загвоздка. «Люблю» было напечатано МАФом, Московской, так, по крайней мере, написано на обложке московских изданий, и изданий, в скобочках, в будущей Международной ассоциации футуристов, дважды. Первое издание, второе издание. И сами по себе эти издания не представляют сегодня большой редкости. А вот издание «Рижское» – это издание, которое вызвало достаточно интересную дискуссию. Я хочу, в этой книжке, в этом конкретном экземпляре, лежали две маленькие газетные вырезки. Одна с названием «Газеты», «Книжное обозрение», «Пятница», «3 октября 1969 года». А вторая вырезка, судя по всему, это как раз вырезка со статьей про это издание, под заглавием «Пропавшее издание» со знаком вопроса. Я очень коротко, с вашего позволения, чуть-чуть прочитаю, потому что написано не мной, и текст вам будет понятно, в последующем, до определенной степени, будет связан с тем, что я буду вам рассказывать. Весной 2022 года Маяковский впервые выехал за границу, в Латвию, которая в то время была еще буржуазной республикой. В Риге поэт прибыл 3 мая. Его появление очень беспокоило рижскую полицию. Фотография Маяковского срочно была включена в альбом преступников. В учетной карточке охранки в графе «Суть обвинения» значилась сотрудник Министерства просвещения, сотрудник представительства Советской России. Незадолго до своего приезда в Ригу Маяковский напечатал в издании «ИМАФ» здесь написано, кстати, «Московская ассоциация футуристов». Свою новую поэму люблю. Латвийское прогрессивное издательство «Арблитергейм» Извините, я читаю то, что написано в данном случае, просто здесь как минимум неверно дано название. Предложил выпустить в Риге его новую поэму. В одну ночь работали в типографии, набрали и отпечатали книжку тиражом в 10 тысяч экземпляров. Это я специально поставил на это внимание. 10 тысяч экземпляров. На заре почти весь тираж был розлом патиоском и рабочим организациям города, а также отправлен в провинцию. Когда полиция явилась, чтобы конфисковать поэму, она шла лишь незначительное число экземпляров. В полиции было арестовано около 2,5 тысяч этих брошюр. Спустя 10 дней после возвращения в Москву, Маяковский напечатал в газете «Известия» сатирический памфлет «Как работает Республика Демократическая». По свидетельству одного из сотрудников издательства, вскоре удалось добиться снятия ареста с этой книги. Ее выпустили вторым изданием с надписью на обложке «Первое издание конфисковано». И вот тут вот, я практически полностью, дословно прочитал эту статью, начинается интереснейшая история, которая, с моей точки зрения, любопытна во всем параметрам. И так известно, что Маяковский приехал в Ригу 3 мая. А издательство, рижское издательство «Arbiter Game», вот так правильно оно произносится, выпустило книжку «Люблю». Дальше происходит некоторая несостыковка фактов. На книжке, которую я сейчас держу, на обложке, написано «Второе издание», то самое второе издание, а не первое. Надписи о том, что это первое издание конфисковано, здесь нет. Действительно, 11 мая, за день до отъезда Маяковского, полиция Риги вынесла решение о конфискации этого издания, которое было напечатано тиражом 3000 экземпляров. Вы не ослышались, 3000, а не 10, как было указано в статье. Надо было арестовать. И это издание все полностью было арестовано. Арестовано было два оригинала. Было арестовано 2986 экземпляров книги. Куда делись остальные 14, мне трудно сказать, но, возможно, их не было вообще, или они были как бы некондиционные. Мне трудно сказать, действительно. Дальше все пошло по сценарию, который, в общем-то, присущ любому событию, любой истории в нормальных цивилизованных странах. Дело в том, что издательство частное, оно напечатало эту поэму действительно как новую поэму Маяковского. Однако вот до выхода в свет этого издания все-таки в серии МАФ, в издательстве МАФ, в Москве, книжка Люблюта была напечатана. Она напечатана в феврале была 22-го года. Таким образом, второе издание этой книги, как раз вот оно и есть, именно поэтому здесь на обложке написано второе издание. А потом уже было выпущено вторым изданием Московское, которое фактически является третьим. Но там на обложке тоже написано второе издание. Но об этом как бы не сейчас разговор. Так вот, издательство подало апелляцию на решение полиции. И 26 мая, меньше месяца прошло, всего лишь две недели, Рижский суд принимает решение, что при рассмотрении в цензурном комитете не было найдено в этой книге ничего того, что могло бы привести к ее конфискации. И все экземпляры этой книги вернулись в типографию, вернулись в издательство. Весь фокус заключается в том, что легенда о первом издании и о втором издании с надпечаткой, о том, что первое издание полностью конфисковано, продолжает, в общем-то, продолжала жить, ну, до самого последнего времени. Никто никогда не видел это первое издание в глаза. Музей Маяковского тоже. Уж поверьте мне, я думаю, что Музей Маяковского первого получил хоть одну, но брошюрку бы этого издания, когда Латвия вошла в состав Советского Союза. Второе. Никто никогда не видел надпись о том, что первое издание конфисковано на обложке второго издания. Ну и, наконец, последнее. С точки зрения коллекционирования. Эта книга одна из самых редких книг Маяковского, если не брать детские его книжки, которые встречаются вообще на свете. Я видел всего ее два или три раза. У Маяковского есть несколько книжек, которые представляют собой исключительную редкость в связи с тем, что они были никому не нужны. Например, такая книжка, как Школьный Маяковский, вообще мало кто знает, что она была издана. С 27-го года. У нее был огромный тираж, по-моему, порядка 50 или 100 тысяч экземпляров. Но вся она разошлась по школам и была, естественно, разорвана с 27-го года по настоящее время в клочья. Поэтому найти эту книжку, которая ничего из себя не представляет с точки зрения полиграфии или художественного восприятия самого издания, нельзя. Так же, как я это люблю. Я думаю, что если и было возвращено все 3000 экземпляров, практически 3000 экземпляров в типографию в издательство, то, скорее всего, по каким-то причинам, они практически больше оттуда и не вышли. И максимум, что вышло, это экземпляров 100-200. Поэтому эта книга сегодня представляет невероятный интерес и с точки зрения своей истории, и с точки зрения редкости попадания в руки. Итак, Рига. Издательство Arbeter Game. Люблю. Субтитры создавал DimaTorzok